Продолжение следует... 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 Не могу не отметить первые результаты по интеграции университета с крупными промышленными предприятиями. Фактически с нуля установлены партнерские отношения с металургическим заводом по производству сортового проката УГМК Сталь. Более того, к сегодняшнему дню заключен первый договор, пусть пока еще небольшой. Разрабатывается крупный договор с этим же заводом и дополнительно установлено отношение с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом, которые перешли из стадии просто обсуждения планов, уже в разработку совместной программы. Это принципиально важно как для университета, так и для области, особенно в контексте недавно поставленных государством перед вузами задач. Позже я также вернусь еще к этому вопросу. В непростых условиях нам удалось открыть еще один, десятый по счету диссертационный совет по юридическим наукам. Я обращаю ваше внимание, мы больше полутора лет шли к этой цели и в результате 12 августа в период моратория на открытие новых советов был подписан соответствующий приказ. И, пожалуй, самое важное в данный момент, университет успешно провел приемную кампанию. Ее итоги я хотел бы прокомментировать подробнее. Пожалуйста. Напомню исходные условия. Университету было выделено 1210 мест, на 84 бюджетных места меньше в сравнении с предыдущим годом. При этом в самой структуре выделенных мест увеличилось количество бюджетных мест в магистратуру на 72. На приведенном слайде это видно. Количество выпускников школ на юге области сократилось на 397 человек. Я сознательно обращаю на это внимание, поскольку за этим последуют определенные выводы и результаты. Наконец, еще одно важное обстоятельство. С учетом изменения экономической ситуации в стране и в регионе и принимая во внимание вступление в силу нового федерального закона об образовании, мы заметно увеличили стоимость обучения более чем на 17%. Сегодня она самая высокая в регионе и существенно отличается даже от наших конкурентов ближайших, нефтегазового университета. Это непростое решение. Мы долго его просчитывали, согласовывали, обсуждали, но, как оказалось, правильное. В результате на первый курс очной формы обучения зачислено 2624 человека, несколько меньше, чем в прошлом году. По количественным показателям, но по финансовым показателям приемная компания гораздо более успешная. Самое главное, чего нам удалось добиться, обеспечить более высокое качество приема. Вот вы видите соотношение. Мы можем сегодня сказать, что магистратура у нас в большей степени бюджетная, хотя бакалавриат и специалитет пока еще соотношение оставляет желать лучшего, потому что идеальным считается соотношение не менее 50 бюджетных мест и такое же количество договорных. В этой связи хочу обратить ваше внимание на следующие результаты. Во-первых, средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на бюджетные места, сегодня составляет 71,21. Мы впервые перешагнули 70-процентный рубеж и вошли, образно говоря, в высшую лигу российских вузов. Хотя мы, как видно из приведенного слайда, достаточно долго и последовательно к этому шли. Во-вторых, средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на договорные места, несколько ниже, 61,04, но это вполне объяснимо и закономерно в сравнении с приемом на бюджетные места. Опять же, 61 балл – это больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас было 57,9. Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных вообще в университет, составляет 64,56. В прошлом году – 63,6. Я хотел бы напомнить, что в соответствии с параметрами мониторинга эффективности деятельности вузов, если в вуз приняты студенты, средний балл ЕГЭ которых меньше 60, такой вуз считается неэффективным. Приятно отметить, что самые способные и подготовленные абитуриенты поступили не только на юриспруденцию экономику, они у нас всегда очень модные, и туда идут лучшие студенты, лучшие абитуриенты, но и на инженерные, естественно, научные, другие гуманитарные направления. Посмотрите, средний балл на лингвистику, техническую и физику, информационную безопасность, автоматизированных систем, филологию, историю, экологию, природопользование. То есть выбор и предпочтение абитуриентов стали более взвешенными. Принципиально важно, что впервые в истории университета на два самых востребованных направления – экономику и юриспруденцию – был реальный конкурс не только на бюджетные, но и на платные места. В частности, на направлении экономика проходной балл был установлен нами на уровне 160, а на направлении юриспруденции – 170. В результате мы сознательно пошли на сокращение количества студентов на четыре самых востребованных в университете направления подготовки, но одновременно произошло увеличение качества приема. Вы видите в сравнении с 2012 годом, как разнятся цифры по договорному и бюджетному приему. Многие считают это решение спорным, но исследовательский ВУЗ по определению не может быть демократичным в вопросах приема. По сути, мы изменили многолетнюю практику экстенсивного развития и задали новый вектор по одному из важнейших направлений ВУЗа. Это первый опыт по двум направлениям. Если нам удастся сбалансировать бюджет на будущий год и минимизировать наши риски и издержки, мы продолжим эту практику и будем устанавливать реальный конкурс не только на бюджет, но и на договор. Впервые за последние годы мы существенно увеличили прием на педагогическое направление и набрали три группы будущих учителей-предметников. На математическое образование зачислено 25 человек, физическое образование 16, и пошли на то, чтобы небольшая пусть группа, но все-таки филологическое образование 11 человек. Это принципиально важно, прежде всего для социальной сферы региона, потому что учителей не хватает, вы знаете, в ближайшее время будет острый кадровый голод на учителей начальных классов и учителей-предметников. И надо уже сегодня думать, сколько человек у нас выйдут через 3, 4, 5, 10 лет из стен Тюменского государственного университета, хорошо подготовленные учителя. Нельзя не отметить, что увеличился удельный вес выпускников других вузов, поступивших к нам в магистратуру. Если в прошлом году их было 13%, то уже в этом 17%. Это тоже принципиально важно для нас, потому что это не только показатель, по которому оценивают нашу работу учредитель, но это свидетельство престижности и привлекательности нашей магистратуры. А магистратура – это второй, более сложный уровень образования. И в условиях селекции вузов, когда происходит жесткая стратификация, большинство вузов в ближайшее время сохранят только бакалаврские программы. Магистрские программы будут удел сильных ведущих передовых вузов. Почти половина выпускников тюменских школ, получивших в этом году наивысшие баллы по ЕГЭ, поступили в Тюменский государственный университет. На приведенном слайде это также видно. Это тоже наш результат, хотя, если сравнивать с прошлым годом, в процентном отношении мы немного сдали позиции. Вместе с тем обращают на себя внимание ряд фактов, которые вызывают серьезную обеспокоенность. Прежде всего, уже несколько лет сокращается количество поступивших на магистрские программы. В этом году в сравнении с прошлым годом на 67 человек меньше приняли решение продолжить обучение по магистрским программам в нашем вузе. Это очень тревожный факт. Надо задать себе вопрос, почему это происходит, и постараться честно на него ответить. Бытует мнение, что сложившаяся ситуация обусловлена желанием выпускников бакалавриата поскорее трудоустроиться, и их пониманием того, что для этого достаточно первого уровня образования. С этим отчасти можно согласиться. Надо принимать во внимание, что в этом году количество выпускников бакалаврских программ в университете сократилось, но все-таки при более глубоком проникновении в суть проблемы становится очевидным, что главные причины нежелания наших выпускников поступать в магистратуру лежат в другой плоскости. В числе таких причин невысокое качество ряда магистрских программ, несоответствие их содержания требованиям рынка труда и запросам абитуриентов, формально организованный учебный процесс. Ситуация усугубляется тем, что отдельные кафедры руководителей магистрских программ в течение учебного года не в полную силу занимались профориентационной работой, полагая, что это удел приемной комиссии. Хочу особо подчеркнуть, что прием магистратуры – это сфера непосредственной ответственности руководителей магистрских программ, заведующих профильными кафедрами и руководства институтов. Приемная комиссия здесь выполняет сугубо технические функции. Напомню, в июне прошлого года мы специально рассматривали вопросы развития магистратуры. В рамках его подготовки магистрантам была предоставлена возможность оценить качество образовательного процесса. В итоге 68%, две трети от числа опрошенных, отметили, что содержание учебного материала в магистратуре дублирует содержание программ бакалавриата и специалитета, а преподаватели в основном применяют традиционные методы обучения. Могу продолжить этот перечень. Студенты часто жалуются на необоснованно завышенные требования, крайне мало приглашенных специалистов, в том числе практиков. Занятия, как правило, ведут те же преподаватели, которые уже читали курсы в бакалавриате. Магистранты редко вовлекаются в проведение научных исследований и выполнение хаздоговорных тем. Все это, безусловно, отрицательно сказывается на привлекательности магистратуры в целом и отдельных магистрских программ в частности. В предстоящем учебном году необходимо провести реструктуризацию ряда магистрских программ и содержательно совершенствовать учебный процесс, прежде всего, в магистратуре. Прошу руководства институтов и заведующих кафедрами рассматривать эту задачу в качестве одной из приоритетных. Необходимо осознать, что время изменилось, поэтому надо меняться всем нам. В условиях жесткой конкуренции следует исходить из безусловного приоритета предпочтения абитуриентов и рынка труда, а не руководители магистрских программ, преподавателей и кафедр. Уважаемые коллеги, по итогам прошедшей приемной кампании обозначились и другие проблемы. К сожалению, уже два года последовательно сокращается количество победителей и призеров статусных олимпиад, поступивших в университет. Вы видите цифры, в 2011 году их было 33, сегодня их 10. Если учесть, что каждый из таких детей по-своему уникален, за каждого мы из них боремся, то это существенное снижение. В этом году, несмотря на предпринятые усилия, существенно сократилось число выпускников нашей гимназии, поступивших в университет. Мы становимся заложниками высокого качества собственной работы. Чем выше уровень подготовки гимназистов, тем больше их стремится поступить в столичные вузы. Если к нам поступило 57, то в Москву и Санкт-Петербург 48, 23 человека поступило в Санкт-Петербургский госуниверситет. Уверен, мы способны найти эффективные способы решения этой проблемы и должны это сделать в предстоящем году. Наша задача состоит в том, чтобы удерживать лучших в регионе, предоставляя им возможность реализовать себя на малой родине. Уважаемые коллеги, конкуренция между вузами за лучших абитуриентов, да и за другие ресурсы будет усиливаться. Опережающее развитие университета и его становление в качестве исследовательского невозможно без долгосрочной и хорошо продуманной профориентационной рекрутинговой политики. Студенты университета наряду с преподавателями формируют дух университета. Ту незримую среду, которая притягивает таланты, либо наоборот отталкивает их. Исходя из имеющейся ситуации, нам надо поставить себе задачу сформировать одну из лучших в стране систему поиска, привлечения, отбора и развития талантливых детей и молодежи. Не скрою, эта задача весьма амбициозная, но если мы хотим прочно закрепиться в числе ведущих вузов России, иных и быть не должно. Много в этом направлении уже сделано. Есть прекрасная гимназия, которой мы по праву гордимся. В этом году 19 гимназистов сдали ЕГЭ на 100 баллов, а всего в области таких выпускников было 56. Выпускник гимназии Иван Китаев единственный в области за последние 8 лет сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов. Приятно отметить, что он выбрал наш вуз и сегодня является студентом первого курса Института физики и химии, направление техническая физика. Уже несколько лет университет в сотрудничестве с ведущими вузами России проводит статусные олимпиады, организует свою, Менделеев. По инициативе Натальи Александровны Шелпаковой, благодаря ее непосредственному участию, 9 лет проводится региональный конкурс учебно-исследовательских работ школьников «Экология жизненного пространства». Благодаря усилиям Геннадия Филипповича Куцова и при поддержке областного департамента образования ежегодно организуется языковая школа «Санрайз» и летняя экологическая школа. Все эти начинания уже зарекомендовали себя в качестве эффективных площадок работы с талантливыми детьми. Пришло время идти дальше и запустить новые проекты, направленные на поиск и развитие одаренных и талантливых детей. Тем более в обществе сегодня большой запрос на дополнительное образование, на новые формы работы с уникальными, с талантливыми, одаренными детьми. В данном случае я имею в виду предложение двух наших коллег. Сергей Витальевич Кондратьев выступил с инициативой реализовать новый проект по ранней профориентации школьников и углубленному изучению общеобразовательных предметов «Академия знаний», проект, который должен быть реализован силами всех, без исключения институтов. Другую, не менее интересную идею, которую надо обязательно поддержать, высказал Александр Экщуфа. Он, в частности, предлагает организовать на базе университета школу умников, специальную площадку по поиску и развитию одаренных детей, для обучения их по уникальным образовательным программам. Уважаемые коллеги, это очень серьезное направление деятельности. И если мы не будем уделять этому внимания, то другие вузы обойдут нас. Московские столичные вузы, прежде всего московские вузы, сегодня приоритетом своей деятельности определяют именно работу с талантливыми детьми. От того, кто к нам придет, какой состав студентов, во многом зависит и качество образования. И потенциал университета, коллективов, институтов достаточно высокий. Если все мы в полную меру поработаем, то я уверен, что качество тех абитуриентов, которые придут к нам, в том числе и из других регионов, будет принципиально иным. В системе высшего образования России уже давно идут процессы стратификации и дифференциации. Государство, это незримо видно, сделало ставку на опережающее развитие лидеров. За последние 8 лет сформировалась сеть ведущих вузов страны. Я прошу обратить ваше внимание на представленную пирамиду. Это взгляд нашего учредителя, Министерства образования и науки, на систему высшего образования. Это то, что представлял министр Ливанов на заседании правительства 21 августа прошедшего года. Вы видите федеральные университеты, московские и санкт-петербургские госуниверситеты, национальные исследовательские университеты, их 29, вузы, реализующие программы стратегического развития, их 55, и все остальные вузы, их 514. К сожалению, Тюменский госуниверситет по формальным показателям пока не входит в эту когорту. Я еще раз повторюсь, сознательно акцентирую внимание на представленном слайде, для того, чтобы мы четко представляли себе место университета в системе высшего образования России. Во всяком случае, ясно понимали, какими нас видит наш учредитель. Что из этого следует? Или что это значит? Мы сегодня находимся у основания пирамиды. Это значит, что в отличие от ведущих вузов мы не получаем дополнительную государственную поддержку своей программы развития. Иначе говоря, государство нас финансирует на общих основаниях, принципиально в ином объеме, в отличие от других вузов. И это значит, что у них больше ресурсов для динамичного развития, совершенствования учебного процесса, обновления материальной базы, создания условий для привлечения лучших исследователей. Я попросил проректора по экономике Валерия Владимировича Гомукина найти сопоставимые цифры, чтобы было понятно, о чем идет речь. Самым транспарантным вузом у нас является Высшая школа экономики, поэтому это данные с их сайта. Мы с вами сегодня, для примера, получаем нормативное финансирование в объеме 63 200 рублей на гуманитариев, в лучшем случае 137 500 рублей на специалистов, скажем, по технической физике. Вы видите, в 2008 году Вышка получила статус научно-исследовательского, и сегодня объем государственного нормативного финансирования одного студента составляет там 224 000. И я думаю, что все другие вузы, которые относятся к числу ведущих, получают примерно столько же. Вот именно поэтому я и акцентировал внимание на процессах всей лекции вузов, которые проводит наш учредитель. К ноябру 2015 года ведущим образовательным и научным организациям планируется предоставить право самостоятельного присуждения ученых степеней и выдачи соответствующих дипломов. Это уже отражено в планах Министерства образования и науки. Ситуацию, безусловно, надо менять, и это требует усилий всего коллектива. Наш университет без преувеличения играет особую роль в социально-экономическом развитии региона и качественно готовит востребованные кадры. Мы имеем очень серьезный задел. За последние 7 лет университет выиграл множество конкурсов и получил больше миллиарда рублей на развитие. Вдумайтесь в эту цифру. Больше миллиарда рублей. Все это говорит о том, что мы имеем предпосылки и должны активно включаться в конкурентную борьбу за право стать ведущим вузом России и получать дополнительную государственную поддержку. Но, хочу особо подчеркнуть, такая поддержка становится все более неравномерной. Кто вырвется вперед, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет самостоятельность, будет зависеть не только от потенциала вуза, от задела, от поддержки региона, но прежде всего от воли коллектива соответствующего вуза, от его внутренней энергии, от способности к движению вперед и к переменам. В ближайшее время государство планирует выделить на поддержку вузов 42,5 миллиарда рублей и в очередной раз будет проведен конкурс на предоставление государственной поддержки ведущим российским университетам. С учетом накопленного опыта и имеющегося потенциала, нам, безусловно, надо готовиться к участию в очередном подобном конкурсе и добиваться победы. Дорогие друзья, 21 августа состоялось заседание правительства, на котором обсуждались меры государственной поддержки вузов. В результате наибольшие преференции от государства были обещаны тем вузам, которые готовят своих студентов под конкретное производство. Напрямую работают с промышленными предприятиями, совместно развивают и продвигают свои инновационные продукты. Мы уже много лет последовательно двигаемся в данном направлении, и у нас есть очень хороший задел. Я имею в виду сотрудничество с заводом «Нефтемаш», наш крупный проект, целью которого является разработка и серийный выпуск измерительной установки для учета добываемой нефти и газа на месторождениях, находящихся на стадии завершающей добычи. Это один из ярких, но немногочисленных примеров реальной взаимовыгодной кооперации вуза и промышленного предприятия. Вместе с тем, давайте зададимся вопросом. В полной ли мере возможности университета соответствуют потребностям региональной экономики и социальной сферы? В достаточном ли объеме у нас обеспечена практичность обучения, связь образования с рынком труда, а научных исследований с запросами внешней среды? Учитываем ли мы в своей деятельности, что каждый третий сотрудник предприятий и организаций Тюменской области трудится в сфере малого и среднего бизнеса, всего порядка 160 человек? Надо понимать, какие проблемы с кадрами у этих компаний, кого им не хватает сегодня и кто им будет нужен завтра. Проводим ли мы глубокий анализ конкурсов на замещение вакансий и формирование кадрового резерва, который организуют многочисленные органы госвластии и местного самоуправления? А ведь публичный сектор является крупнейшим работодателем. Пожалуйста, вашему вниманию представлен перечень крупных инвестиционных проектов в промышленности. Это то, что формирует образ будущего региона и то, что неизбежно по объективным причинам должно изменить во многом наш с вами университет. Либо реальная жизнь и развитие образования в университете будут как две параллельные прямые, не пересекающие, чего мы, конечно, допустить не можем. В новом учебном году нам предстоит уделить приоритетное внимание вопросам интеграции университета и его структурных подразделений с работодателями. До конца текущего года необходимо своими силами, но с обязательным привлечением внешних экспертов, провести жесткий аудит всех образовательных программ на предмет их соответствия реальным запросам регионального рынка труда. Существует ряд хорошо зарекомендовавших себя еще с советского времени форм интеграции вузов с работодателями. Которые нами сегодня подзабыты и активно не используются. Об этом говорилось на заседании правительства. Я в приложении к нашей ситуации, к нашему региону тоже хотел бы об этом сказать. Первое – это создание базовых кафедр, осуществляющих практическую подготовку студентов на предприятиях и в организациях. На таких кафедрах студенты осваивают конкретные технологии производства, получают практические навыки. Сегодня у университета нет ни одной такой кафедры. С определенной долей условностей функции этой кафедры выполняет Межвузовский центр современных банковских технологий при Западно-Сибирском банке Сбербанка России. Но базовые кафедры как минимум должны быть созданы на трех наших заводах. У наших коллег на металлургическом заводе, на нефтеперерабатывающем заводе и заводе «Нефтемаш». Вполне логично рассмотреть вопрос об открытии базовых кафедр – это актуально для Института государства и права и финансово-экономического института – при аппарате губернатора Тюменской области, прокуратуре Тюменской области и Тюменской областном суде. Конечно, компанейщины здесь допускать нельзя. Надо взвешенно, обдуманно, но все-таки двигаться в этом направлении. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, – это внедрение практикоориентированных программ высшего образования, прикладного бакалавриата и технологической магистратуры. Я прекрасно понимаю эмоции некоторых коллег. Все мы знаем о дискуссии Российской академии наук и Министерства образования и науки, о фундаментальности образования и практичности образования. Но прикладной бакалавриат, уважаемые коллеги, – это данность. И если мы с вами не включимся в эту работу, мы проиграем, так же, как проиграли некоторые структурные подразделения, которые поздно открыли бакалавриат и сегодня не имеют выпускников для магистратуры. Посмотрите, план деятельности Министерства – удельный вес численности обучающихся по программам прикладного бакалавриата. В этом году 5%, в 2018-м – 30%, а это бюджетные места. Это совершенно другое отношение к ВУЗу. Наконец, третье – это сетевые формы взаимодействия ВУЗов и предприятий, в том числе разработка и реализация совместных программ. У нас также есть уникальный опыт успешной реализации таких программ в сотрудничестве с Тюменским институтом нефти и газа. На данный момент, еще на начальной стадии, но уже идет обсуждение возможной реализации совместной программы с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. Название программы – методы контроля качества нефти и нефтепродуктов. Это только первая ласточка. Еще многое предстоит сделать, но работа начата, и необходимо ее продолжить. Уважаемые коллеги, в заключительной части своего выступления хочу обратиться к одной из самых важных задач – повышению заработной платы различных категорий работников. В соответствии с указом президента Российской Федерации, заработная плата преподавателей и научных сотрудников университета должна составлять не менее 200% от средней заработной платы в регионе к 2018 году. На данный момент средняя заработная плата научно-педагогических работников в университете составляет 49 106 рублей, самая высокая в регионе или 158% от средней по экономике в регионе. Отдаю себе отчет в том, что пусть и не провозглашенная публично, но все же существующая оценка стоимости личного труда многих преподавателей университета расходится и зачастую существенно с получаемыми ими в университете доходами. Для того, чтобы преодолеть этот разрыв между желаемым и действительным, надо постараться соотнести эту стоимость с собственной производительностью, с рыночной востребованностью результатов своего интеллектуального труда, с личным вкладом в конкурентоспособность университета. Наряду с преподавателями и научными сотрудниками в университете большое количество представителей других категорий работников ко мне неоднократно за прошедшее время обращались с заведующими кафедрами, преподавателями с просьбой рассмотреть вопрос о немедленном и существенном повышении заработной платы сотрудникам из категории учебно-вспомогательного персонала. Я прежде всего имею в виду лаборантов кафедр. Их зарплата самая низкая, но на них ложится большая нагрузка. Хочу озвучить сегодня уже просчитанное, взвешенное, обдуманное решение о повышении заработной платы лаборантам кафедр, я обращаю внимание только пока лаборантам кафедр, на 40% лаборантам кафедр первой и второй категории и на 30% просто лаборантам, то есть в самой многочисленной группе. Это то, что мы можем сделать сегодня. Возможно, кому-то это покажется недостаточным, но на наш взгляд наши финансовые возможности большего пока не позволяют. Конечно, возникает вопрос, как быть с повышением заработной платы другим категориям работников, тем же менеджерам из учебных отделов, лаборантам компьютерных классов и так далее. Безусловно, в дальнейшем мы последовательно будем повышать заработную плату всем категориям, но исходя из того, какие будут наличные условия, наличные в том числе и экономические условия, не до конца ясно, как будут трактоваться и применяться норма федерального закона о недопустимости повышения оплаты за обучение более чем на размер инфляции. Все это буквально в ежемесячном режиме позволит нам корректировать наши возможности и проводить повышение зарплаты. Решение этой очень важной для коллектива задачи требует концентрации усилий не только ректората, а всего коллектива ВУЗа и постараюсь объяснить почему. Прошу обратить ваше внимание на структуру расходов головного ВУЗа. В 2012 году мы 66% тратили на оплату труда и начисления. Уже сегодня ВУЗ по итогам первых 8 месяцев тратит 72,5% на начисления. Я думаю, не надо быть экономистом и специалистом, чтобы понимать, мы должны делать определенные коррективы. И я сейчас об этом скажу, потому что в противном случае это путь в никуда, это путь к неминуемому банкротству. Для того, чтобы обеспечить планомерное повышение заработной платы, требуется принятие ряда непростых решений. В первую очередь, необходимо грамотно оптимизировать расходы на непрофильные направления деятельности и существенно повысить эффективность управления имущественным комплексом. Такой пункт был в моей предвыборной программе и сегодня считаю необходимым проинформировать вас о первых результатах. Прежде всего, существенно сокращены расходы на текущий капитальный ремонт. В текущем году, в 2013 году на эти цели планируется израсходовать чуть более 11 миллионов рублей, что составляет меньше 1% от всех запланированных расходов ВУЗа. Это уже, на мой взгляд, критическое, пороговое значение, поскольку мы знаем, что многие корпуса нуждаются в ремонте. Если так будет продолжаться дальше, то мы потратим конкурентные преимущества. Напомню, что весьма затратный ремонт в Институте государства и права в прошлом учебном году был проведен за счет средств областного бюджета благодаря поддержке губернатора Тюменской области. Масштабные планы по строительству новых и реконструкции существующих объектов, если им суждено сбыться, в основном предполагается осуществлять за счет средств бюджетов различных уровней. Мы очень часто раньше говорили о том, что вкладываем деньги в стены, а не в людей. Я думаю, что продемонстрированный слайд четко показывает, что сегодня львиная доля как раз идет на финансирование заработной платы. То есть мы вкладываемся, стараемся прежде всего в людей. Но этого уже недостаточно. Необходимы корректировки. Наряду с этим в текущем году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года удалось сократить расходы на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего служащего персонала, на модернизацию содержания баз практик и отдыха, телеканала, евразион, автотранспорта, вахтенно-сторожевой службы. Поверьте, это тоже совокупность целенаправленных, взаимоувязанных мероприятий, непростых решений как по форме принятия, так и по реализации. Вместе с тем, ряд вспомогательных подразделений университета в плановом режиме продолжают работать с отрицательным экономическим результатом. В современных непростых условиях мы не можем позволить себе такую роскошь. Поэтому в новом учебном году руководителям данных подразделений совместно с ректоратом предстоит изменить ситуацию. Последовательная работа по оптимизации расходов на непрофильные направления будет продолжена. Однако я говорил, что здесь есть пределы. По многим направлениям мы подошли к максимально допустимым значениям. Поскольку основная часть расходов нашего бюджета направляется на оплату труда, дальнейшее повышение заработной платы неизбежно связано с обсуждением следующих непростых вопросов. Первое. Об интенсивности и эффективности деятельности основных категорий работников. Вот основные количественные характеристики системы высшего образования, которые закреплены в дорожной карте изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки. Документ утвержден распоряжением правительства. Соотношение студентов в расчете на одного преподавателя в России плановое на 2013 год 9,4. В Тюменском госуниверситете все спокойно и все нормально в этой части 9,3. В целом, что называется, усредненное по университету, хотя применительно каждому из институтов она разнится. Но вы посмотрите, куда нам предстоит двигаться в 2018 год. Если не будет произведено корректировки, то это нормативная рамка деятельности для всех вузов. Я не буду давать оценку, потому что предельно понятно, о чем идет речь. Следующий слайд, пожалуйста. Мы провели еще один анализ. Анализ соотношения численности учебно-спомогательного персонала к контингенту учащихся. Это тоже информация для размышления. Пожалуйста, обратите внимание, что в институтах, которые в принципе состоят в одной категории, где реализуются, скажем, гуманитарные или естественно-научные направления или технические, достаточно существенно разнится такое соотношение. Данная информация – это не руководство к действию, а повод для серьезного анализа и последующего принятия решений. Осознавая значимость обсуждаемого вопроса, хочу заверить, скоропалительных и необдуманных решений здесь не будет. Надо все обстоятельно взвесить и просчитать. И, наконец, еще одно направление или еще один вопрос, который неизбежно нам придется обсуждать и принимать, опять же, непростые решения, о выделении бюджетных мест, о формировании групп и, соответственно, учебной нагрузки. Уже в этом году мы пошли на то, что скомплектовали группы по 10, 11, 12 человек. Но, как вы понимаете, формирование бюджета – это очень филигранная работа. И когда мы обучаем 11 человек, это один расчет нагрузки. Когда мы обучаем 25-30 человек, это совершенно другой объем нагрузки. Каждому из преподавателей, каждой кафедры, каждому институту, я прекрасно понимаю, кажется, что это необходимо и нужно. Согласен, но если мы не будем анализировать, как мы работаем, насколько эффективно мы работаем, то, еще раз повторяю, при желании повышать заработную плату, у нас просто на это не будет средств. Приведу один пример. Седьмая позиция – издательское дело. Прекрасное направление подготовки, но у нас одна кафедра и 16 человек на первом курсе. Возникает вопрос, сколько ставок Людмила Михайловна может нам сказать, хотя мы так знаем, что не меньше пяти, и 16 человек на первом курсе. Идет снижение по набору последние четыре года. Мы неизбежно должны будем делать выводы. То же самое по математике, хотя без математики какой же классический университет. То же самое по технической физике, хотя есть радиофизика, есть классическая физика, ну и так далее. Уважаемые коллеги, и, наконец, еще два слайда. Прошу вернуться чуть выше. Это, конечно же, дополнительные источники доходов. Пожалуйста, обратите внимание на этот слайд, на котором продемонстрировано объем привлеченных средств по научно-исследовательской работе в расчете на одного преподавателя. Сегодня мы готовим документы для мониторинга эффективности вузов, где сказано, что не должно быть меньше 50 тысяч рублей в расчете на одного научно-педагогического работника в вузе. В противном случае он является неэффективным. Это показатели за 12 год, здесь все видно, но самое главное – показатели за 13 год. Вы видите, что пока еще вторая половина года впереди, и, конечно, эти показатели будут скорректированы, но все-таки в целом задачу по такому важному показателю, как привлечение средств по НИР на одного сотрудника и преподавателя мы решаем за счет трех основных структур – НИИ экологии, рационального использования природных ресурсов, технопарка и научно-исследовательского института гуманитарных исследований. Выводы будем делать каждый свои. Уважаемые коллеги, система оплаты труда в университете, безусловно, должна совершенствоваться, и в основе этого совершенствования должны быть положены следующие принципы. Во-первых, отказ от практики примирования персонала вне зависимости от результатов труда в связи с необходимостью удержания имеющихся сотрудников, устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников подразделений, отказ от практики примирования руководителей вспомогательных подразделений, имеющих отрицательный итог работы, определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбалок в зависимости от качества труда, введение четких критериев и показателей эффективности деятельности работников и подразделений. Надо добиться того, чтобы в этой части, не утратив академический дух, не утратив традиции, университет работал как лучшая бизнес-корпорация, чтобы были внедрены лучшие практики. И в этой части, в определении системы оплаты труда, в применении системы оплаты труда, нам в предстоящем году надо очень многое сделать. Для того, чтобы завершить доклад на мажорной ноте, я хочу сказать, что, возможно, где-то сознательно я сгустил краски, но на данный момент на счетах университета больше, чем на 20 миллионов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, мы динамично расходуем в соответствии с установленными планами. Мы провели успешную приемную кампанию, и впереди у нас приятное известие о том, что в сентябре, как и полагается, будет выплачена премия, причем будет выплачена уже по новым предложенным критериям, которые мы в ближайшее время озвучим директорам институтов, руководителям структурных подразделений. Сразу же хочу сказать, что все совершенственно направлены на то, чтобы устранить существующую дифференциацию между институтами, чтобы руководители любого института, независимо от того, какие программы там реализуются, сугубо гуманитарные, популярные, на которые в основном идет набор на договорные места, либо бюджетные, все-таки имели возможность примировать коллектив, потому что все мы, каждый из нас на своем месте, решают важные задачи. В заключении хотел бы отметить, что решение обозначенных задач требует от наслаженной работы, работы всего коллектива, и времени на раскачку нет. Мы находимся в условиях жесточайшей конкуренции за каждого студента и аспиранта, за каждый грант, за каждого потенциального заказчика научно-исследовательских работ и инновационных разработок. Хочу напомнить, мне кажется, уместную к данной ситуации всем хорошо известное выражение Льюиса Кэрролла. Сегодня для того, чтобы стоять на месте, надо быстро бежать, а чтобы двигаться вперед и догнать ведущие вузы России, войти в эту когорту, надо бежать еще в два, а может быть и в три раза быстрее. Благодарю за внимание.